Переулок Новосибирский в Бишкеке. Дверь хозяева не открыли. Впрочем, не в первый раз, говорит контролер Бишкекгаза. Жильцы двухэтажного особняка должны за голубое топливо 8 тысяч сомов с прошлого топительного сезона. Иногда владельца некоего Сергея Новикова все-таки удается застать. Однако, никакие разговоры и письменные уведомления так и не подействовали на злосого неплательщика. Три раза давали на обрезку, но безрезультатно. Сколько раз приезжали, но абонент либо дома не был, либо специально не открывали. Потом уже конечный вывод, конечный итог. Приходим еще раз, четвертый раз. Напоследок еще раз решили постучать в дверь. И, наконец, по ту сторону послышался голос. Контролера попросили немного подождать. А через несколько мгновений показался мужчинам. Я к девушке приехал, помочь, перетащить. Перетащить? Да, она там, вруска. Нет, говорят, не платите за это, за газ. Девушка. Я не хозяин, не ко мне кто-то что-то. Вот эти предупреждения сколько, много раз приходили сюда. Хозяин вообще не отвечал. Они попросили, да, закрой дверь. Они попросили, короче, перетащить, переезжать. Я сейчас, этот, вы номер дайте вам сейчас позвонить? На этом разговор закончился. Незнакомцы удалились на крутом автомобиле. Рейд контролеров продолжился. Салон, что у тебя, бешкет газ, я считаю, способы? А это уже улица Колыка, Киева. Контролер поднимается на девятый этаж первого подъезда. И вновь никого. Задолженность у хозяйки квартиры, сотрудницы правоохранительных органов, говорит контролер, почти 29 тысяч сомов. Она говорит о том, что по семейным обстоятельствам она не может оплатить за использование природного газа. Какая у нее задолженность? 27 тысяч на данный день. За какой период? За три месяца. Были предупреждения на это? Да, ежемесячно. Что она говорит? Она говорит, вот завтра, может, на этой неделе, и так и не оплачивает. В этом доме на газе не только готовят еду, здесь еще и газовое топление. Передали в пользование жилую площадь в 2016 году. А в этих домах, таких здесь три, проживает 49 задолженников. Некоторые не оплачивают за газ с самого новоселья. Между прочим, квартиры принадлежат сотрудникам правоохранительных органов и генштаба. Общая сумма задолженности превышает 60 тысяч сомов. Бишкигаз надеется, что сегодняшний рейд с участием прессы хоть как-то подействует на неплодельщиков, на руководство Министерства внутренних дел и генштаба. Последние, в свою очередь, могли бы оказать хоть какое-то влияние на своих подопечных. Пока письменные уведомления на имя главы МВД ничем не помогли. Мы неоднократно писали письма министрам, были выписаны предупреждения. Каждый раз, когда приходит контролер сюда, выдает квитанцию, он предупреждает о том, что у них есть задолженность. Мы просим их оплатить ее. Но до сих пор никаких мер не принято. По столице 183 тысячи домов являются абонентами Бишкигаза. Из них за пользование голубым топливом вовремя не платят 10%. Одни месяцами, вторые прячутся от контролеров годами. Это отнюдь не бедные люди, говорят сотрудники Бишкигаза. У хозяев огромных особняков задолженность составляет от 30 до 50 тысяч сомов. В многоэтажных домах отрезать доступ к голубому топливу неплательщикам невозможно. В частный сектор не пускают. Помимо этого, в последнее время появилась отдельная категория. Из особо предприимчивых абонентов все тут контролеры. Вначале они отказываются от голубого топлива, им газопровод перекрывает. Но спустя некоторое время выясняется, что пользоваться газом они продолжали, незаконно, самовольно подключившись.